В регионе запустят пилотный проект «Школьный центр здоровья». Он позволит обеспечить всесторонние наблюдения, профилактику заболеваний и вредных привычек у детей. Планируется, что к работе будут привлекаться медицинский персонал, психологи, социальные педагоги и учителя школ. Такая программа успешно работает в других регионах. Где-то центр функционирует уже около пяти лет. За это время специалисты смогли предупредить и вовремя диагностировать у детей сотни различных болезней. Согласно статистике, четверть школьников страдает нарушениями системы кровообращения, 17% опорно-двигательного аппарата. К отцу 11 класса примерно половина юношей и 75% девушек не могут выполнить нормативы физической подготовки. Все мы знаем, что основная масса информации о здоровье и вся информация дети получают в школе. И для того, чтобы, конечно, чтобы это было доступно всем, все центры на всех территориях, они располагаются на базе школ. В какой именно школе будет открыт новый центр, решат члены специально созданной рабочей группы. На Координационном совете по вопросам материнства, отцовства и детства звучали различные варианты. Это и пятая, и четвертая школа, а также школа-интернат. Ну, кстати, в последний такой центр открыть будет сложнее, так как предполагается, что работа будет вестись не только с детьми, но и с родителями.